В этом году в Край открыли 11 новых центров выдачи и приема посылок. Тем не менее, как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня еще есть необходимость в ремонте некоторых помещений. Оборудование кое-где еще используется с советских времен. Особенно острый этот вопрос стоит в сельской местности. Краевые власти готовы подключаться к решению проблемы. Ведь одна из важных задач – не допустить закрытия почтовых отделений в отдаленных станицах и хуторах. Почта для селян, для сельской местности – это вот то окно, которое связывает их с большим миром. Поэтому, когда была почта на протяжении многих поколений, а потом вдруг она исчезает, тут надо внимательно взвесить и очень-очень ответственно подойти к решению закрытия почты в том или ином пункте сельской местности. Оптимизация оптимизации, но мы не можем обрушить жизнь, тем более на селе, во имя каких-то цифр или какой-то статистики или показателей. Это просто недопустимо, коллеги, недопустимо. Поэтому мы здесь готовы максимально обсуждать, помогать вам, отстаивать позиции. Но почту России на селе мы должны однозначно сохранить. 100% жителей Краснодарского края обслуживаются через сеть отделения почтовой связи. Стационарные объекты мы сохраняем, максимально модернизируем. Но, к сожалению, вот тот вопрос, который вы затронули, зачастую главы жалуются, да, что мы закрываем отделения. К сожалению, есть объекты в крае, которые там исторически так сложилось, что Почта России когда-то там в них зашла. Это саманные разрушающиеся объекты. Они бесхозные. И те объекты, которые реально уже представляли угрозу не только для жителей, но и для моих работников, мы не закрывали. Мы предложили альтернативный способ обслуживания. Это два передвижных отделения связи, которые обслуживают малочисленные населенные пункты. По словам директора Краснодарского филиала Почты России, такие мобильные отделения сегодня есть в Отрадинском районе. Автомобили с корреспонденцией, посылками и платежными квитанциями приезжают в самые отдаленные поселки и хутора не меньше трех раз в неделю.